Лиза – воспитанница Центра детского творчества «Дагомыс». Она стала бронзовым призером в номинации «Лучшее эссе». Всего в краевом конкурсе «Дети Кубани берегут энергию» приняло участие более 600 детей. О важности темы, которую шестиклассница подняла в своей творческой работе, говорит и место, выбранное для торжественной церемонии награждения. Именно в этом зале в период проведения зимней Олимпиады управляли всей энергосистемой города. За наградой Елизавета Кирьякина пришла не одна, а с товарищами. Все вместе они – работники Дагомысского пресс-центра. Ребята издают газету «Дага-Ньюс». Эссе «Елизаветы. Сохраним энергию страны» заняло целую страницу многотиражки. Польза использования солнечных батарей и как пешие прогулки связаны с экономией благ цивилизации. Все размышления юного автора посвящены теме сохранения энергоресурсов. Я решила подчеркнуть проблему нашего общества о том, что ресурсов хватит еще ненадолго. И чтобы люди экономили эти ресурсы, которые сейчас добываются. Нужно обязательно исправлять краны. Если они текут, то может тратиться вода. Пользоваться светом только в нужное время. Внимательно следить за готовкой на газовой плите. Ресурсов хватит намного дольше. Краевой конкурс, считают наставники юных писателей, уже приносит свои плоды, являясь одним из эффективных инструментов по популяризации, в том числе темы энергосбережения. Мы думаем, что посетив сочинские электрические сети, ознакомившись с работой службы, диспетчерской службы, увидев, как это все происходит в реальной жизни, ребята смогут четко сформировать ответственность за рационально использованное энергосбережение. И смогут поделиться своими знаниями с одноклассниками, родителями, друзьями. Энергосбережение и повышение энергоэффективности – это одно из направлений политики компании. И мы готовы поддержать, помогать подросткам, детям, которые работают в направлении энергосбережения. Поздравили Елизавету Кирьякину, ее преподавателя, это также заслуга преподавателя Ларисы Михайловны от всей души. Сам же Дагомысский центр детского творчества передали уголок электробезопасности, чтобы ребята не только знали о пользе энергоресурсов, но и не забывали о правилах безопасности. А чтобы школьники лучше понимали изучаемую тему, для них провели экскурсию. О впечатлениях гости обещают написать в очередном выпуске своей газеты «Дага-Ньюс». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.